Привет всем, кому интересен ремонт. На сегодня у нас 307 Peugeot 2005 года с двигателем NFU. Это у нас 1.6 бензин. Видео будет коротенько, но оно посвящено будет поломке, которая очень часто возникает у владельцев автомобилей. Точнее, поломок будет две. Одна из поломок это у нас неработающий фонарь заднего хода в момент включения задней передачи. Вот, это достаточно частая проблема. Фонарь здесь у нас стоит справа заднего хода, кстати, а право и лево. Под видео, в котором мы с вами меняем цепи на BMW, я стоя перед двигателем сказал, сначала мы поставим левую шестерню, а потом мы поставим правую шестерню. Видимо, ввиду этого, комментарий был следующего содержания. Сено-солома. Ну, потому что вот это, как вы понимаете, совсем не левая рука. Поспешу объяснить. Может быть, для кого-то это тоже будет открытие. Но, независимо от того, в каком положении вы находитесь относительно автомобиля. Лежа, стоя, сзади, спереди, сбоку или даже расфасованный по разным пакетам в багажнике. Автомобиль читается по ходу движения. Вот, если вы сидите за рулем, вот это у нас будет левая сторона, а вот это правая. И, соответственно, если вы напротив автомобиля стоите, это у нас будет левое крыло, а вот это у нас будет правое крыло. Разумеется, это у нас будет левая шестерня двигателя, а это правая. Поэтому я не ошибся, я сказал все правильно. Ну, хотелось почему-то мне вам объяснить. Ну, и кроме фонаря заднего света, у нас, кстати, вот это тоже очень частая проблема на Peugeot Citroen. Это у нас сломанный ограничитель двери. Может быть, есть умельцы, которые их ремонтируют. Я этим не заморачиваюсь. Я просто снимаю, ставлю новый. Но не сегодня. Сегодня мы его трогать не будем. У нас проблема в другом. Значит, если мы берем, заводим машину и трогаемся вперед, я попробую тронуться порезвее, чтобы звук этот был, глухой удар, слышен почетче. Начинаем. Слышали? Меньший стук происходит при движении назад. Вот так. Проблема эта достаточно типичная. Сейчас мы ее разберем и, я уверен, решим. Давайте начнем мы с фонарей заднего хода. И для тех, кто в танке, вот я быстренько покажу, как это все дело работает. Вот, допустим, у нас лампа фонаря заднего хода. Она идет у нас, грубо, через замок зажигания, через аккумулятор. И вот здесь у нас идет выключатель, который идет у нас на коробке передачи. Когда вы включаете заднюю скорость, выключатель у нас замыкается, получается цепь, разумеется, в случае включенного зажигания, и лампочка загорается. Какие у нас могут быть здесь поломки? Первая и самая частая, конечно же, это лампочка. Вот. И, или выключатель на коробке передач. Лампочку я проверил, с ней все нормально. То есть у нас осталось именно выключатель на коробке передач. Но, в теории, может быть еще несколько вещей. Например, обрыв кабеля. Где это может быть? На жгуте проводов, которые идут у нас в крышку багажника. Там иногда бывает, они перегибаются, и обрывается провод. Из-за этого, как вы понимаете, у нас цепь нарушается, и лампочка гореть не будет. Самое неприятное, это, конечно, обрыв кабеля. Его искать самомуторно. Вот. Поэтому, так как лампочку проверил, давайте сейчас проверим выключатель. Если нет, будем продолжать искать. А если все-таки да, то закажем новый выключатель, поменяем его. И будем счастливы. В этой машине выключатель у нас стоит очень удобно. Нам надо снять только короб, который стоит перед воздушным фильтром. И сейчас покажу, если саму вижу. Ага, вот. Как я и предполагал. Сейчас покажу. Вот он у нас коннектор, который подключен к кнопке выключения света задней передачи. Давайте его попробуем разъединить. Есть. Разъединен. Теперь что мы делаем? Мы берем и на вот этот коннектор кидаем перемычку. Потом включаем зажигание и бежим, смотрим, работает ли у нас свет заднего хода или нет. Такую перемычку из проволоки делаем. Я делаю это из проволоки с полуавтомата. Очень часто я ей пользуюсь. Перемыкаем два контакта, смотрим, чтобы у нас не упала на массу. Теперь включаем зажигание и идем смотреть, горит ли у нас фонарь заднего хода. Включаем зажигание. И смотрим. Красотища. Все у нас работает. Значит, дело в чем? Дело в кнопке или выключателе. Как хотите, так и называйте. Заказываю. Выкручиваем сейчас кнопку, смотрим на ней код детали. По коду заказываем и меняем. Ключ на 24. Глубокий должен быть, иначе ничего не выйдет. Вот где-то так. Вторая деталька и новая такая же. Деталька такая, только под ключик под другой. Ну да, они немного отличаются. Но я думаю, что на функциональность это не повлияет. Марко Фае, код детали, код детали 40491. Ставим. Этот выключатель у нас под ключик на 19, что гораздо удобнее. Ну, мне так кажется. Снимаем перемычку сначала, да? Теперь подключаем. Идем проверять. И так, включаем заднюю скорость. Включаем зажигание. И идем смотреть, что у нас там. А у нас, ну, что и требовалось доказать. Теперь выключаем скорость. И у нас все отлично. Ну, здесь работа совсем у нас простенькая. Теперь, что касается того самого страшного звука, который у нас возникает при отпускании педали сцепления. Чаще всего, это у нас центральная подушка двигателя. Она находится вот примерно на этом уровне, внизу двигателя. Ну, мы поднимем еще, посмотрим ее. Ну, в этом случае, как только я открыл капот и начал рассматривать проблему, я сразу обратил внимание на правую подушку двигателя. Видите? Вплоть до того, что куски резины здесь валяются. И если мы возьмем и просто руками попробуем пошевелить двигатель, то мы увидим следующую картину. Ну, здесь не надо быть экспертом, да? Чтобы понять, что этой подушке приказано уже долго жить. Итак, значит, эту подушку-то мы меняем совершенно однозначно. Давайте сейчас поднимем машину, посмотрим центральную подушку. Ну, а потом глянем левую подушку. Итак, посмотрим, что у нас с центральной подушкой. Что мы видим? Мы видим, что она полопавшаяся. Ну, конечно, по сравнению с верхней правой подушкой, она просто в шикарном состоянии. Что касается левой подушки, я уже позвонил, справился по цене. Вон там она у нас. Так как она стоит сущие копейки, поэтому мы ее просто поменяем по умолчанию. Кроме того, крайне рекомендуется подушке, по крайней мере, верхней менять в паре. Потому что иначе одна подушка становится новая, одна остается старая, новая подушка выше, и вся тяжесть двигателя переваливается на больную подушку. От этого вибрация может не исчезнуть, а только увеличиться. Значит, вот эта площадка под аккумулятор, она прикручена. Четырьмя болтами здесь, подключена 13, еще болтиками двумя, если я не ошибаюсь, под торкс на 30, и одним вот таким болтом, из-под подкрыльник. Что принимали конструкторы этой машины, чтобы дойти до этого извращения, я вообще не отстрелю дупля. Но я при монтаже потом этой площадки, вот этот болт из-под подкрыльника никогда не встану, умышленно. После этой машины у меня всегда остается один лишний болт. Вот так. Если кто-то скажет, что я криворукий, пошел он в казино-капсулу. Вот этот вот болт, видите, он идет из-под подкрыльника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восьмой под подкрыльником. Нормальный? Коробку я снизу подпер домкратом. Есть что. Оставляем гаечку на пару витков, по ней, может быть, придется стукнуть, если она засахарилась. Нет, снимается хорошо. Чесно, это даже удивительно. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...